Кашка очень вкусная и полезная. Кушай, Мишка! За маму, за папу! Какой молодец! Вырастешь большим и сильным. Сейчас посажу тебя в коляску и пойдем гулять. А ты дай домой, Мишка! Я маме расскажу. А ты попробуй забери! Попробуй забери! Попробуй забери! Попробуй забери! А ну отдай! А кто ты такой? Быстро отдай игрушку! Ой, да подавись! Вот вы, Мишка! Не плачь! Спасибо! Ты здесь живешь? Да, там мой дом. Мы с братом тут гуляем. А где же твой брат? Эл, выходи! Садись! Он опять прячется! Девчонок боится! Ты такой смелый! Я боялась, что уже не увижу своего Мишку! Хочешь? Я тебя всегда буду защищать! Хочу! Патриция! Домой! Меня мама зовет! Пока! Мишка! Я завтра сюда приду! Я буду ждать! Патриция! Мишка! Патриция! Мишка! Девчонок боится! Всем привет! Мишка! Мишка! Патриция! Алло, скорая? Все будет хорошо. Как она? Ну, что она? Ну... Она в порядке? Как можно быть в порядке после падения с моста в реку? Она жива? Да, жива. Воды, конечно, наглоталась, но все будет хорошо. Через пару дней выпишем. Я уж боялся. Но ты же сам ее спас. Прыгнул за ней, вытащил из воды, вызвал скорую. Если бы не ты, страшно и подумать, что могло случиться. Я сам виноват, что она упала. Ладно, ладно. Успокойся. Вообще, ночью посещения пациентов запрещены, но в виде исключения можешь зайти к ней на пару минут. А... Смелей. Привет. Как ты? Уже лучше, спасибо. Прости меня. Я вел себя ужасно. Это ты меня прости. Мне сказали, ты вытащил меня из реки? Я очень испугался. Ты не дышала. Спасибо. Я даже боюсь подумать, что могло случиться. И все по моей вине. Прости меня за несдержанность. Я иногда не могу держать себя в руках. Я сама виновата. Придумала этого котика на зло тебе. Так ты его придумала. Мне так хотелось тебя зацепить. Тебе это удалось. У меня аж кровь скипела. Мне кажется, я стал ненавидеть кошек. Точнее, котиков. У меня ужасный характер. Прости. Мы с тобой два сапога пара. Ну что, мир дружба? Сложно дружить с человеком, которого так хочется поцеловать. Савьер, Патриции нужно отдохнуть. Приходи завтра. Ну а потом я пошел домой. Патрицию уже на днях выпишут. Ничего себе. Ну ты герой. После такого ты как минимум должен на ней жениться. После такого я как минимум должен опрокинуть пару банок пива. Ты не романтик. Конечно. В подвалах к девушкам не пристаю. В темный лес не завожу. Я не романтик. Перестань. Ты любой разговор сводишь к Льюису. За что ты его так ненавидишь? Пусть докажет, что он не виноват в исчезновении Даны. Я ему не верю. Продавец канцелярии очень странный. На днях он кричал на Дебору, когда увидел ее вместе с Фиником. Говорят, тут еле ноги унес. Эл, а ты как считаешь? Кто виноват в пропаже Даны? Мисс Блэк. Что? Мне нужно поговорить с мисс Блэк. Я скоро вернусь. Алё, у нас истории сегодня даже нет. Вот задрот. Наверное, еще пару стихов выучил. Вы точно двойняшки? Такое чувство, что его подкинули. Завтра будет контрольная работа. Поэтому советую всем хорошо подготовиться. Можете быть свободны. Эл, привет. Я все списала. Вот твои конспекты. Эл, помоги с домашкой. Напишешь за меня? Нет, не сейчас. Ребята, давайте позже, пожалуйста. Эл, проверишь мою курсовую? Пожалуйста. Мне некуда деть ваши конспекты. Войдите. Мисс Блэк, здравствуйте. У вас сегодня нет истории. Зачем ты пришел? Я пришел узнать, как вы себя чувствуете. Уходи. Ваше лицо! Вы же поранились! Как такое возможно? Не уходите, пожалуйста. Мисс Блэк, мне нужно с вами поговорить. Почему вы не хотите со мной поговорить? Почему вы меня игнорируете? Извините еще раз. Я ненарочно. Слушай, а зачем тебе очки? У тебя же отличное зрение. Думаешь, выглядишь в них умнее? Дашь поносить? К сожалению, ум с очками не передается. Портрет видела, который я тебе прислал? Повесь его на самое почетное место. Зачем ты явился? Пришел напомнить, что скоро будет балл в мою честь. Ты получила приглашение? Может, я не буду портить тебе настроение своим присутствием? Мне ничто не сможет испортить настроение. И будь добра, в присутствии других, называй меня графом, дракусом. Добра? Ты меня ни с кем не путаешь? Ты узнала, кто одаренный? А ты имеешь в виду детей Ивы? У них есть нечеловеческие способности? Нет. Не замечала ничего такого. Думаю, у них нет сверхспособностей. А ты не думай, а узнай. Подстрой им ловушку. Кто такой этот одаренный? Может, тебе письменный отчет подготовить? Он должен прекратить войну между магами и вампирами? Я читала. Вроде того. Каким образом? А я почем знаю. Наверное, мага всех убьет. Как же еще? Чтобы прекратить войну, разве обязательно кого-то уничтожать? Конечно. Одна сторона должна быть уничтожена. А ты не допускаешь мысли, что этой стороной могут оказаться вампиры? А что, если одаренный сам маг? Ты опять охотилась возле бара? Ты это, завязывай, правда. Представишь своих учениц на балу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зачем ты вышел из дома? Ты очень рискуешь. Луиза... Не подходи. Я обещала отцу, что не приближусь к тебе. Ты тоже считаешь меня преступником? Нет. Я уверена, что скоро найдется настоящий преступник, и с тебя снимут все подозрения. Но пока этого не произошло, ты не уверена в моей невиновности. Луиз, не подходи. Никто мне не верит. Даже ты. Почему? Я тебе верю, но все улики против тебя. Это не ты. Это твой отец сейчас говорит. Луиз, прошу, мне нельзя с тобой общаться. Ты злишься из-за того, что я попросил у Даны номер телефона? Нет, я вообще на тебя ни за что не злюсь. Я боюсь, что кто-то узнает, что ты сбежал из-под домашнего ареста. Пожалуйста, вернись домой. Ты не отвечаешь на мои звонки и сообщения. Я не понимаю, почему ты от меня отворачиваешься? Не подходи. Скажи честно, ты веришь мне? Веришь на все сто процентов? Я очень хочу, чтобы ты оказался непричастен к исчезновению Даны. Значит, у тебя есть сомнения. Прости. Как же так, Луиза? Неужели я заслужил такое отношение? Я очень хочу тебе верить. Я хочу, чтобы закончился весь этот кошмар. Знаешь, я твоему отцу ничего не обещал. Льюис, стой! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok